начнем пожалуй всем привет рад приветствовать всех у себя на канале мы как всегда говорим об алкоголе и обо всем что связано с ним сегодня не будет исключения сегодня будем говорить о бренде но прежде чем перейти непосредственно к самому видео подписывайтесь на канал те кто не подписан ставьте свои реакции лайки и дизлайки обязательно пишите комментарии для меня это очень важно также подписывайтесь на мои другие соцсети это telegram ссылки будет в описании там мы говорим о скидках акциях возможно сможете вам помочь подобрать напиток по адекватной цене и в принципе youtube но youtube как бы на меня для меня не самая основная площадка поэтому обязательно подписывайтесь на дзен для меня это скажем так скажем более приоритетная площадка с учетом того что youtube нам сказал по поводу монетизации до свидания на дзене хоть какая никакая монетизация есть и будем развивать отечественного производителя вот но теперь видео сегодня будем говорить о бренде бренде на самом деле очень интересно очень обширно и очень так скажем географически широкая эти категория потому что представлена по всему миру у каждого есть какие-то свои фишки какие-то свои так скажем нюансы рецепты и я не знаю почему наши производители так сильно боятся этого слова бренде и используют это слово замечательный коньяк но пусть это остается на их слой совести как бы как по мне бренде слова весьма неплохой вообще откуда взялось слово бренде это бренде wine по на подшло от слова голландского который означало жженное вино сам напиток что такое бренде бренде это крепкий алкогольный напиток выгнанный путем перегонки из вина или фруктово-ягодной браги крепостью не менее 37 с половиной градусов ну и начнем нашу так скажем наш обзор самой обширной категории самой интересной категории это виноградные бренде открывает нашу категорию самой известной бренде в мире это коньяк и с вашего позволения чуть-чуть налью себе коньяка чтобы с вами продолжать этот замечательный диалог опять же налью себе adefusini xo мне очень нравится его по чуть-чуть наливаю на обзорчики и сижу смакую потому что у него достаточно богатая интересная палитра в общем очень рекомендую если как бы располагаете определенными средствами попробуйте очень очень неплохой коньяк по весьма адекватной цене с учетом нынешних цен так вот коньяк коньяк это то что произно в департаменте шаранта во франции перегнано два раза и выдержана так скажем бочках из дуба хотя в нашей стране тоже допустимо использование слова коньяк потому что у нас есть гост забыл 51 619 2009 в общем на сейчас появится номер госта чуть-чуть забыл номер госта в общем в этом гости регулируется такое понятие как российский коньяк поэтому нашей стране в принципе существует такое понятие дальше переходим к следующей категории виноградного бренди я категория виноградного бренди очень популярная тоже французская называется арманьяк многие слышали такую пословицу что французы подарили миру коньяк арманьяк оставили себе но в этом народа доля есть какая-то истинно потому что арманьяк меньше по так скажем поставляется в мир он больше для внутреннего рынка его меньше можно встретить на полках так скажем других стран он отличается от коньяка и по производству и по материалам для катую который использует для производства этого коньяка ну то есть как бы использовать winograd только другие сорта об этом я записываю шортз вот здесь может появится ссылочка по которой сможете перейти посмотреть в чем основные отличия между арманьяком мак어주ком и это соответственно другой твореган производства это производится в регионе арманьяка что является частью газ к теперь поговорим немножко другой стране поговорим о испании испания интересная страна с точки зрения создания бренди потому что они выпускают около 80 миллионов бутылок в год бренди самое интересное что 75 процентов из этих 80 миллионов бутылок остается внутри страны то есть у них в отличие от франции очень неплохо так скажем развито внутреннее потребление внутри страны французы большую часть напитка экспортируют у них в стране потребления к сожалению или к счастью или как вообще к удивлению больше про потребляет виски чем и коньяка но об этом мы тоже запишем отдельное видео вот по поводу испанских бренди испанские бренди многогранные интересные многие однознаю что пробовали скорее всего торис который очень хорошо представлен широко представлен на наших полках есть ещё более такая так скажем редкая на наших категориях на наших полках категория но при этом более ярко и более интересно это х villas мы бренди или брендиựх и рис должен быть выдержан обязательно бочках из-под хереса и это выдержка по методам солера и это выдержка должна происходить на территории так скажем называемого так называемого хересного треугольника следующий бренди это греческий бренди всем известны очень часто раньше продаваемый на наших полках знаю что у него было много большое количество почитателей это метакса метакса это напиток который придумал на 1888 году и название взял от собственно говоря того человека который его придумал не к спироса метаксы также не менее интересны южноафриканский бренди многие скорее сюда же не слышали что такое существует но они делают по технологии практически идентичной технологии по которой производят коньяк также еще есть бренди американские так скажем наших американских партнеров если так можно их назвать бренди более светлые более крепкие чем европейские бренди и большая часть этого напитка производится в калифорнии ну принципе как и вина потому что это такой скажем регион которым есть определенный климат позволяющий взращивать так скажем виноград также интересно еще бренди из перу и чили это писка его производят из сорта винограда мускат еще один интересный бренди это португальский бренди масса ира очень рекомендую вам его попробовать его можно встретить в торговых сетях в узконаправленных но можно у него выдержка не менее шести лет и он выпускается с 1885 года из 1885 года никаких правок в его рецептуре не было то есть это то что было в 1885 году то по вкусу сейчас вы можете приобрести бутылки попробовать как это собственно говоря задумал его основатель этого напитка но теперь поближе к нам болгарская близко очень любимая была в ссср очень любимый был сср напиток здесь очень интересно выдержка должна быть не менее пяти лет и сорт винограда который является основным так скажем доминирующим это делят но еще ближе к нам это молдавский девин очень часто даже принципе сейчас можете встретить квинт который пишут что коньяк но в принципе там ниже написано что-то 9 в общем тоже интересный напиток точно рекомендую вам его попробовать виньяк еще один интересный вид бренди который производится на территории бывшей югославии сейчас в частности на территории сербии производится его кстати можно встретить наших торговых сетях я его недавно видела в ашане в общем можете купить попробовать но если прям совсем ближе к нам это армянские бренди которые почему-то сейчас все называют армянские коньяки хотя правительство армении еще 2010 году придумала торговое название для армянского бренди под названием арбун хотя она честно говоря не встречается вообще практически нигде по крайней мере территории россии не знаю в армении я не был если вы из армении или были в армении напишите если на полках напитки армянский бренди с названием арбун но и наше родное российские бренди которые которые принципе у нас называется российскими коньяками для этого собственно говоря есть специальный гост который это регулирует и у нас принципе это и звание название может использоваться хотя она конечно наверное не совсем этично но суть не в этом в общем российский коньяк существует ну что же ваше здоровье давайте добьем категории винограда сейчас такая подкатегория виноградная это виноградная бренди из виноградных выжимок это из ферментированной мякоти остатков из стеблей из косточек из вот из этого всего и что из этого перегоняет что из этого делать всем известная граппа италия мар франция чача грузия ракия венгерская терпи паленка в общем вот эти все напитки они делаются из выжимок но теперь переходим в другой еще большой части это бренди фруктовые но и отличие фруктового в том что здесь будут использоваться другие фрукты отличные от винограда ну давайте начнем на самых известных самых популярных это кальвадос кальвадос это франция это нижняя нормандия здесь тоже как коньяк регулируется по месту производства то есть только в нижней нормандии может быть произведен настоящий кальвадос сделать его из яблок и иногда из груш следующий очень популярный напиток в мире называется сливовица это бренди и слив вот здесь сейчас появится ссылочка можете перейти посмотреть я делал обзор на сербскую по моему нет нач instagram чешскую сливовицу рудольфе линек можете посмотрите перейти последствия очень вкусно интересная штука если у зашли на территории чехи надо вспомнить еще боровичка боровичка это бренди claims live а и по своим вкусовым костям очень похож на g si en но если по соседам то можно вспомнить еще венгерскую паленку производится практически из огромнейшего количества фруктов это яблоки виноград и абрикосы и по-моему вишня даже может использоваться этот напиток за счет кстати географически то есть по типу коньяка ну если вспомнил вишни то это кирш васер или еще известный просто как кирш это производится франция германия производится из вишен и у него где выдержка не в бочках у него выдержка в глиняной посуде или в стеклянных емкостях вот что у нас дальше ну а дальше еще одна красная ягода очень вкусная очень мной любимая это малина и это фрамбуаз это франция в альзасе очень интересный бренди из малины ну и следующий очень интересный напиток называется four williams производится он чаще всего швейцарии хотя может произойти в других странах делается на основе груши вильямс очень интересный напиток самобытный очень часто можно встретить с опущенной в бутылку грушей и это делается не только для маркетинга это делается для улучшения вкусовых качества напитка в наших сетях точно можно встретить видел несколько раз в общем можете взять попробовать если вам нравится вкус и аромат груши на самом деле насыщенный и ароматный классный бренди нельзя не вспомнить наши так скажем соседи это армения торцах очень интересный напиток это бренди из различных так скажем местных ягод этой кизил и тут и абрикос в общем тоже достойная штука рекомендую вам попробовать также нельзя не вспомнить о таких замечательных напитках как раки и узо или цепура вот здесь сейчас появится ссылочка был обзор на узо и там более подробно сказал что напитки это бренди которые используют помимо виноградных дистиллятов еще используют так скажем анис для производства этого напитка очень интересные своеобразные если нравится анис или сироп от кашля вам точно зайдут ну и закончить хотелось бы одеви этого до жизни это вот тот коньяк который еще не стал коньяком это только после перегонки который вышел и не выдерживался в бочках вот так вот его делают не обязательно из винограда могут делать из разных так скажем фруктов и ягод и его не выдерживать и соответственно вот этот бренди называется одеви тоже интересная штука рекомендую вам его попробовать вот в общем вот пробежались по основным категориям по основным так скажем бренди какие знаете еще можете написать комментариях какие пробовали какие рекомендуете может быть что-то посоветуйте людям которые это будут читать и кто-то для себя выберет какой идеальный классный напиток потому что все фрукты по-разному звучат по-разному так скажем раскрываются и вот в этой категории бренди на самом деле много интересных напитков которые точно стоит попробовать которыми стоит ознакомиться в общем пишите комментарии ставьте свои реакции лайки дизлайки обязательно подписывайтесь на канал всех был рад всех увидел буду рад увидеть ровно через деле на том же самом месте всем пока